Празднование предстоящего Дня Республики сегодня обсуждали в Доме Правительства. Напомним, в этом году основными площадками станут Чебоксары и Янтиковский район. Одна из основных задач, чтобы о празднике узнали и захотели приехать как можно больше людей из всех регионов страны. Изюминкой праздника станет фестиваль «Родники России». В этом году в помощь организаторам «Магия чисел». Фестиваль пройдет в 21-й раз в 21-м регионе. По словам министра культуры Владимира Ефимова, в Чувашию приедут 4000 участников. По задумке министерства состоится и ночь театров. Чувашский академический драмтеатр может показать в естественных декорациях спектакль «Елда». Но и это еще не все. Учитывая многочисленные замечания, которые поступали на протяжении последних лет, в этом году и по поручению главы республики мы организуем и проводим все чувашские праздника годы. В июне пройдет 10 официальных спортивных соревнований. Четыре из них всероссийские. Мы сейчас в тесном контакте работаем по организации сети Чувашского Акадуя. У нас же состоялся уже оргкомитет, мы уже встречались, обсудили, какие виды спорта мы традиционно будем здесь проводить. То, что касается певческого поля, здесь обсудили, конечно, единственное. У нас вопрос возникает по проведению конного спорта. Здесь практически, наверное, на певческом поле какие-то спорты мы не разместим. В июне пройдет и шестой Чебоксарский экономический форум. Министр экономразвития Алексей Табаков предложил посвятить его году экологии, объявленному в России в 2013 году. Причем экологии как среды обитания. Тем более, что к этой тематике подходят как минимум три проекта, реализуемые в Чувашии. Полигон ТБО, Заволжье, как центр туризма, производство натуральных продуктов. Активное участие в мозговом штурме приняли и другие министерства. День Республики – праздник для всех. И любое самое необычное предложение может удачно вписаться в программу. Окончательная программа праздника будет сформирована позже, пока у всех есть время на обдумывание новых идей. Татьяна Молокова, Евгений Анисимов, Республика. Редактор субтитров А.Семкин